Итак, завершился матч Алтай Торпеда к Тубе 0.2 в пользу команды гостей Шайба Дениса Скатова и Ивана Зинченко предопределили исход сегодняшнего матча и у нас практически готов обзор опасных моментов и заброшенных шайб. Как и вчера, их было две шайбы в сегодняшней встрече. В первом периоде взятия ворот мы с вами не видели, но моментов было достаточно. Были моменты, когда игроки получали микротравмы, но продолжали участие в этом матче. И вот один из моментов, когда Антон Асокин свою команду выручал, уже в падении отражая шайбу. И вот Мальдин также был постоянно в игре. И вот выход 2 в 2 и вновь выручает всю команду Антон Асокин. Филонов отдавал передачу, бросок в касание и вновь был на высоте Антон Асокин. Скатов, его бросок на 24-й минуте этого матча после отличного паса Зинченко оказался не берущимся и вышли вперед гости. 0-1 Денис Скатов, 10-й номер команды КТУБЕ. Затем гости усилили натиск, начали все чаще наседать на ворота Антона Асокина. Выход 1-1 Филонова, но не сумел он переиграть Антона Асокина. Еще один бросок, на этот раз Мальдин оказался на месте. Каиров, Джангазинов здесь пытались доверного разыграть. В итоге не удалось поразить ворота Мальдина. Я дважды выручил свою команду в этом игровом моменте Дмитрий Мальдин. И, конечно же, было достаточно моментов у ворот Антона Асокина. Это момент, когда получил повреждение Дмитрий Мальдин, но продолжил он игру. Липунов выкатывался, отдавал передачу на Киселева, но бросок получился не точным. Степанов в падении накрывает шайбу Антона Асокин. Киселев, перевод под бросок. И были моменты, когда ей происходили стычки. Вот Беляев, в частности, его роняет Павел Скуматов. И вступается за своего партнера Ильшанский и Егоров. В конце третьего периода Алтай-Торпеда идет ва-банк. Решили поменять вратаря на шестого полевого. И добиться успеха таким образом. Но за 6 секунд до сирены Иван Зинченко уже в падении поражает ворота, пустые ворота Алтай-Торпеда. 0-2 окончательный счет в этом противостоянии. Что ж, мы благодарим вас за внимание. И прощаемся с вами до мартовских матчей. Спасибо вам большое за то, что были всю эту зиму вместе с нами. И всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»